Виленская тоска по Вильне И он говорит, мы не возвращаемся к физическому городу, к улицам, к зданиям. Он говорит, я и так каждую ночь прохожу эти улицы все закрытыми глазами, и я всю эту Вильну свою вижу закрытыми глазами. Он говорит, мы возвращаемся не к городу материальному, а к тем людям, которые окрашивали нашу серую будничность в пестрые цвета. Это вот так вот он заканчивает свою последнюю книгу. И в частности, я вот эту картинку хотел показать. Виленчане, выходцы из Вильнюса, они вот своей ностальгией по городу, они заразили весь еврейский мир. Вот даже когда вышла антология идышских писателей в Израиле в 98 году, это к юбилею государства, двухтонная антология, и вот на первой странице этой антологии открывается картинкой, вот такая вот Виленская улочка. То есть, хотя там писатели из абсолютно всего мира, да, но вот первая страничка, это Виленская улочка, как бы она символизирует эта тоска по той Вильне довоенной, она символизирует, как бы, ностальгию по старому дому, который есть у всего еврейского мира. Вот. Ну, я просто сфотографировал несколько картинок, показать, что, как бы, до Холокоста Вильна это видно, что этот город, это как, не-не-не, это вот, там, ну, не важно, я потом покажу. Этот город, это, как бы, мини-республика такая. То есть, здесь есть абсолютно все. Когда сегодня, вот, изучая, скажем, еврейское общество довоенное, то Вильна всегда, она образец, почему-то, что здесь была какая-то культурная автономия, и вы здесь находите абсолютно все. То есть, вы здесь находите филармонию, которая отдавали, для которой были программки концертов на двух языках, на идыше и на польском. Вы здесь находите четыре системы школьного образования от детского сада до народного университета. Вы находите здесь всю сеть профессиональных союзов, значит, от древосеков до судных техников, четыре профессиональных, полупрофессиональных, да, еврейских театров. Вы находите здесь четкую систему общинного устройства. То есть, практически мини-республика, вот, кроме полиции и армии, здесь было все. Вот. Это вот какой-то, вот, такой вот образ еврейской автономии, которая здесь была. Система здравоохранения. Система здравоохранения. Школа для подготовки медицинских сестер, где просвещение, где преподавание велось на идыше. То есть, здесь идыше получает, как бы, статус, то, что называется культуршпра, культурного языка и официального языка этой общины, где документы ведутся, и архивоведение, и так далее, и так далее, где все ведется на идыше. Ну, вот, например, просто из календаря, который здесь община выпустила, несколько фотографий, да. Вот там все на польском и на идыше, так официальные языки этого города. То есть, вот, значит, Бау Пурим, это, по-моему, двадцать какой-то там третий год, и в конце его даже играет духовой оркестр, и приз за танцы, и так далее. Вот это программа концерта Еврейский музыкальный институт, программа концерта филармонии, где тут имбахи, Равино, и все, что хотите. Одна страничка на идыше, другая на польском, была 17 мая, это двадцать третий год. Вот, например, был день объявлен, день сбора денег в ад Алия Белита, то есть, это комитет за Алию, за репатриацию в городе Сесраэль в Литве, когда был объявлен сбор денег на это, на нужды этого комитета. Например, гимнастический, в двадцать третий год, плакат гимнастического тура в городском зале 2 апреля двадцать третий года, и в конце играет оркестр духовой. Вот, например, избирательный этот, то, что бросают в урну, в городской совет, был такой список еврейских женщин, вон, комета Женовска, то есть, список, партия еврейских женщин была. Пожалуйста, ваш голос решает вашу судьбу и ваш успех. Это реклама, реклама того, что называют молочная кухня, то есть, материнское молоко, написано, материнское молоко дает здоровье на долгие годы. В Вилюсе проводился гимнастический сбор, это семнадцатый год, 12 августа семнадцатого года, гимнастический, ну, как там называется, соревнования, да, еврейский клуба всей Польши. Так, ну вот, это, например, показывает, что в этом городе было абсолютно все, то есть, когда мы говорим о этом городе, мы говорим о мини-еврейской республике, где есть абсолютно-абсолютно все. То есть, это система образования, здравоохранения, профессиональные союзы и очень-очень стройная община, которую можно, где есть любые общинные институты, то есть, и благотворительная деятельность, и профессиональная деятельность, и системы социальной взаимопомощи, и культурный департамент, и драматические кружки, и хоры, и так далее. То есть, город, который жил полнопробной жизнью, хотя он относительно небольшой город. Ну, и, как я говорил, есть... Вильна – это единственный город, который создал свою еврейскую литературную школу. То есть, не было ни одного города, который бы создал свою художественно-литературную систему, только Вильна, и так эта система называется Юнг-Вильна, молодая Вильна. В двадцать девятом году... Движение. Движение. Движение литературы художественного движения. Значит, в двадцать девятом году создается здесь объединение художников, писателей, журналистов, поэтов и так далее. И это относительно модернистское движение, которое ищет баланс между, что называется, сохранением национальной самобытности, национальной культуры и вливанием в новый, модернный, современный мир. Ну, и вот я покажу несколько, хотя бы упомяну, несколько людей, которые были как бы цветом, культурным, литературным цветом этого города. Ну, первый из них это Моисей Кульбак. Есть мемориальная доска на его доме, на улице, я никогда не помню, как эта улица сейчас называется, это не Рудников, параллельная, параллельная ей. Арклю. Это же улица, где вот еврейский театр, там мемориальная доска на доме, где он жил. Смотрите, этот человек, который родился не в Вильне, он родился в Сумаргоне, Беларусь современная. То есть, он в возрасте, в 1996 году, он в возрасте Кульбак, 16 лет, уже издает первый сборничек своих стихов на Еврите, работает в Каунасе, воспитателем в детском еврейском доме, и потом переезжает в Вильню. Вот Вильна-Реаль-гимназия, это вот раз на улице, это и Рудников, он был учителем литературы. Карпинович мне рассказывал, он был его учеником. Карпинович мне рассказывал, говорит, такого учителя больше никогда не было. Это учитель, который, когда запенел звонок школьный, то дети начинали плакать, что прерывается урок. Он человек с абсолютно непроизойденными талантами. То есть, помимо того, что он поэт, он писатель и так далее, он еще и был как бы самобытным актером. И он каждый урок литературы превращал в мини-спектакль. То есть, он не говорил о произведении, он брал это произведение и начинал его играть. А это, наверное, лучшая система преподавания литературы, которую можно придумать. То есть, до такой степени он как бы приводил к тому, я помню еще, вот у меня прямо сейчас перед глазами стоит, когда Тель-Авивский театр камерной камеры ставил его пьесу Кульбака Бойтре, то Карпиновича пригласили, значит, рассказать о нем в программу новостей, главную программу новостей в райском телевидении. Он это рассказывал, он говорит, он заставлял детей проживать это произведение, вот жить этим произведением. Он говорит, и вдруг дети вот оказывались вот в том месте и чувствовали вот то место и то время, которым посвящено произведение. Это лучший преподаватель литературы, которую можно было себе представить. Он был очень красивым таким человеком, и он вот эту Виленскую реальную гимназию превратил как бы в фабрику культуры. Он говорит, после окончания учебного дня, там день не заканчивался, там практически круглые сутки эта гимназия жила. Там был хор, там был художественный кружок, и он устроил там литературное чтение. Он говорит, и съезжались люди не только из Вильи, из цифр пресностей, говорят, особенно девушки молодые, может быть, не столько из-за понимания в поэзии, сколько увидеть этого красавца. Потому что он был очень таким харизматичным человеком. И вот в 20-23 год его тянет немножко Европа, он хочет увидеть, получить европейское образование, и это Берлин. В Берлине трудно себе представить. В те годы, буквально считанные годы до приходов нацистов до власти, Берлин – это один из центров еврейской культуры. В Берлине находятся четыре еврейских театра, в том числе Вильнертруппе. Вильнерский еврейский театр находится постоянно в те годы в Берлине, и он, что для подработки, работает суфлером. Ну, знаете, да, в этом театре. Но, опять же, вот эта тоска по Вильне, она перевешивает, и он приезжает сюда и продолжает преподавать литературу. Тут он женился, в Вильне был также учительский семинар. Он женился на своей студентке, гении, и в 28-м году он заболел болезнью, которая называется коммунизм. И вильнерская газета «Дарвильнер Ток» вышла с заголовком «Кульбак, не делайте глупость». И у его дочери в Тель-Авиле я видел фотографию. Площадь перед вокзалом черна от людей, которые пришли его провожать. Он оставляет Вильню и едет в Минск строить коммунизм. Из Минска он пишет своему другу Вильню через короткое время намеком. Пишет, он не может писать, что я сделал глупость. Он пишет, тут надо хорошо мыться, чтобы грязь к тебе не приклеилась. Но, к сожалению, в баню ходят только раз в неделю. Он пишет лучшие свои произведения там. Его пьесы ставят лучшие еврейские театры. И в 37-м году его арестовали. И через 15 минут после приговора по 58-й статье привели в исполнение. А что это гласит статья? Шпионаж в пользу зарубежных разведок. Во всех анциклопедиях написано, что год смерти 1940-й, со знаком вопроса. Потому что семья не знала. Думали, что его послали в какой-то гулаг и так далее. Уже когда открылись архивы, то было видно, что через 15 минут после приговора при исполнении. Им был 41 год при смерти. Последний его роман, который он пишет, называется «Залменяне». Залменяне. Это очень хороший привод на русский роман. Он описывает местечко, которое как бы... Одна семья большая, вот разросшаяся, она сама по себе местечко. Вот дедушка Залман и бабушка Баша. У них там есть их 6 сыновей. У каждого из этих сыновей тоже каких-то 10 детей. И они уже так разрослись, что они сами послали местечко. Вот он описывает, как в это местечко приходит советская власть. Описывается с таким искрометным еврейским юмором. Естественно, этот юмор немножко очень-очень колкий. И вот этот роман служил обвинительным актом. Он смехается над советским образом жизни. У него там есть вещи, которые вы сегодня читаете, вы прямо ухахатываетесь, падаете со смеха. И в то же время, видите, как вот этот традиционный уклад жизни приходит советская власть и рушит его. И в то же время, это вот всегда вот с этой вот какой-то вот подколкой, вот всегда вот с каким-то таким... с острым намеком таким. И вот совершенно верно, что они этот роман истолковали, как немножко вот надсмехание над советским образом жизни. Это вот одно из величайших имен, которое в еврейском народе связано с Вильной. Теперь он пишет поэму Вильна. Эта поэма, она аллегорическая, но она считается одним из лучших произведений, которое написано в этом городе. Я знаю, когда вот был юбилей Вильны, то есть литовское правительство, у вас вот есть такая вот узенькая такая книжечка, я с собой не взял, здесь я видел ее. Узенькая книжечка, а эта поэма переведена на 9 языков, и тогда литовское правительство в качестве подарочного издания выписало эту поэму Вильна, где он описывает, где он ее называет «Черной камеей, вплетенной в Литву». Это одно из самых потрясающих произведений, которое посвящено новому городу. Значит, вот эта мемориальная доска на доме, где он жил. Это реклама Вильнар-труппе, когда она была в европейском турне, вот как раз вот тогда она была в Берлине и в других городах, буквально годами она ездила, это был то есть один из лучших еврейских театров того времени, Вильнар-труппе. Вот книжечка, которую где-то за все ее увидел. Как-то она была выпущена, когда... Это юбилей какой-то, правда? Это был конгресс ядлоков, мне кажется. А, да? Но здесь есть три года его на девять языков. Да. Значит, вот мы тут как раз говорили в институте ИВО. Каждый год здесь выходил в Вильне, назывался «Еврейский ежегодник альманах», где были как бы годовые сообщения о всем, что здесь происходило. То есть о театре, о системе просвещения, о литературной жизни и так далее. Вот это вот последний альманах, который уже перед советским вторжением был выпущен в 1937 году. И тогда отмечали 13 лет вот этому институту ИВО, который здесь был создан на улице Вигульска в 1925 году. Дмитрий, расскажи про ИВО, я думаю, что не многие знают. ИВО? Не знаю. Мы говорили об этом еще в первой части, что на вот этой маленькой территории старого города было где-то 4-5 литературных салонов. То есть здесь было, как ни в одном другом городе, было сосредоточие литературных и творческих сил. И поэтому ни в другом месте именно здесь было решено создать этот институт. Потому что здесь, когда находятся знаменитые ученые Вайнрайх, Юдл Марк и так далее, и которые действительно собрали здесь уникальную коллекцию и еврейского фольклора, и выпустили грамматику, и стандартизировали языки. Совершенно не случайно, что именно виленский диалет Ильиша положен в основу литературного языка. Практически вот эта база, это виленский диалет Ильиша, он наиболее близок к литературному языку. А принцип такой, пишут так, как говорят. Эль, слыхай, пишут так, как говорят, то есть написание идентично с произношением. То есть, если мы, допустим, в виленском языке говорится «маме» и пишется «маме», то в Румынии или на Украине пишут «маме», а говорят «маме». А виленский ильиш, вот его принцип, написано как о сказке. Вот эта обложка этого монаха последнего 1938 года. Вот эта вот обложка вот этого книг, огромного тома воспоминаний, которые я уже цитировал, в Вильне Даниэля Чарнова. Он уже издан в Уэнос-Айресе. Была вот эта династия писателей, которые, один уехал в Нью-Йорк, один в Аргентину, и вот он вот описывает толстеную книгу о еврейской культурной жизни в Вильне до Холокоста. То есть, вы там найдете все. И литературную жизнь, и театральную жизнь, и молодежную жизнь, и жизнь клубную, и так далее. То есть, я говорю, вот такого обида и разнообразия в относительно маленьком городе больше не было нигде. Действительно, культурная столица, которая, ее роль совершенно не соответствовала ее размерам. Потому что, ну, вся Вильна до войны, да сколько там, 150 тысяч населения примерно, а вот такого количества творческих сил, как здесь, уже не было нигде. И что интересно, это был практически центр светской культуры. Потому что, естественно, были и религиозные, и всякие учреждения, и синагоги, и так далее, и все. Но на фоне вот этого всего здесь развилась светская культура, и вот это вот молодежное движение этой светской культуры, оно как бы посчиталось самым передатным того времени. Теперь, опять же, в первой части я это говорил, что и всех землячеств, которые в Израиле, например, есть, самый активный это Бейт-Вильна, Дом выходца без Вильна. Потому что, если вот в обычных землячествах, во втором поколении мигрантов, уже ностальгия как бы отходит, и уже там дети воспитываются в другой среде, и так далее, но вот виленская, ностальгия по Вильне, она приходит и во второе, и в третье, и в четвертое поколение. То есть, Дом выходца без Вильна, это, по сегодняшний день, это самое-самое активное землячество, которое только есть в Теревиле. У них огромный архив, у них огромная деятельность, они выпускают фильмы, они выпускают книги. Кстати, у меня был первый шок в этом доме, когда я, как-то так много получалось, что я там никогда не был, я много слышал об этом и говорил, и знал, и так далее, но никогда не был там. Я Димину знал через Карпиновича, через его героев. И вдруг я захожу в этот Бейт-Вильна, меня туда когда-то пригласили на лекцию, и на стенах портреты кого? Его, тех людей, которых он описывает. И вдруг вот эти герои через эти портреты все воскресли. И вдруг я вижу, например, этого Равина Иссерсона, знаменитого, которому есть рассказы, у него последний виленский пророк, и так далее, и учителя Герштейна, который преподавал в георгиальной гимназии музыку и руководил хором, учителя Шера, который рисование преподавал там же в этой реальной гимназии. Вдруг я вижу у них портреты. Это люди, которые приезжали из Вильны, подарили туда, и вот на стенах висят фотографии тех людей, которых он описывает, как бы живая, воскресает довоенная Вильна. Это вот сборничек, называется виленский сборник, который был выпущен в 1962 году к открытию вот этого Бейт-Вильна, дома выходцев из Вильна в Тель-Авиве, и главную статью вводную пишет здесь Залман Шазар, в то время президент государства Израиля, который тоже какую-то часть своей молодости провел здесь в Вильне и был тоже очень известным писателем, журналистом, другим его всего. Но это сам Карпинович. Эта фотография его была сделана в Тель-Авивской городской библиотеке, когда ему отмечали 85 лет. Теперь с его даты рождения тут есть большие споры. Значит, его жена, с которой я тесно работал, моей коллегой, каждый раз она ему отмечала юбилей, то ему отмечали 85 лет, через два года ему отмечают 80 лет. Я спрашивал его, скажите, как это он у вас становится каждый раз, мы уже его хочем. Ну вот. В общем, толком там никто не знает. Значит, официально его дата рождения 13-й год. Теперь Карпинович был немножко такой с хитрецой, и, ну естественно, жизнь заставляла это поколение, знаете, старый такой еврейский, не тот, когда родился ребенок у еврея, он приходит к Карпину, говорит, Ребе, скажите, как мне его записать? Вроде, я его запишу пораньше, он родился, ему раньше в армию придется идти, если я его запишу попозже, он позже на пенсию выйдет, как мне его записать? Ребе говорит, знаешь, запиши его так, как он и есть на самом деле. Говорит, Ребе, какой вы умница, я бы такого никогда не буду писать. Это вот то, что у того поколения постоянно, официально в 2013-й год. Теперь, где-то он пишет, в 2016-й год. Потом, потом я обнаружил, что у него был брат, тоже писатель, тоже в 2016-м году. Я говорю, а врач, а как вас мама умудрилась в один год ромить с братом? Вы же не близнецы. Он говорит, не, на самом деле, в 2018-й год. Если 2018-й, так в этом году это получается 100 лет. Скорее всего, что-таки 2018-й год. Хотя, там, с даты рождения есть большие... Но я думаю, можно в архивах это проверить. А? Я думаю, это можно... Нет, в архиве, в архиве написано 2013-й год, вот так как он официально. Вот. Но на самом деле, это не... На 5 лет? Это... У меня... Это... В том поколении это очень многое. Можно было. Теперь, теперь еще очень интересная вещь. В те годы, в те годы, во-первых, праздновать день рождения не ввейские обычаи, не праздновали. И, опять же, если вы пожилых людей, уроженцев Восточной Европы, спросите, когда я день рождения, то начинается так. Между Пуримом и Пейсахами. Там примерно пару месяцев до Большого погрома. Или там пару дней после Большого пожара. То есть, мерили время или между праздниками, или по праздникам, или по несчастьям. Вот. Поэтому, вот там насчет даты, это... Бабка Награя оказала. Вот. Ну, сейчас я о нем немножко попозже поговорю. И это вот его близкий друг, поэт Хайн Град. Один из из самоположников вот этого литературного движения «Юнг Вильне, молодая Вима». Смотрите, Град родился в Вильне в 1910 году. Его отец был преподавателем грида. Мало что зарабатывал, хотя работал вот в этой гимназии Эпштейна в... Ну, там, где сейчас община. Эпштейна... Таргут. Гимназия. Таргут. Таргут. Хайн Град. Хайн Град, где сейчас пилимо 4 здания общины. Значит, мать была простой женщиной, продавала яблоки на рынке. Значит, в основном, где-то они жили в Заречье. Ужу-безда. Ужу-безда. И он описал огромное количество романов жизненно-литовских общин. Часть вот из них сейчас переведена на русский. Есть знаменитый роман «Цемах Атлас», роман «Не мой миньян», «Субботние свечи». Сейчас все это переведено на русский. И вы можете там четко понять вот дух этого города в религиозной среде. Скажем, почему Вильна никогда не была столицей литовского движения, которое называли «Месна», где были противники. А вот южная часть Восточной Европы, Польша, Украина, там хасидизм. Хасидизм во главу мира ощущения человеческого ставит эмоции. Радость, веселье. То есть, как бы тебе не было плохо, но ты должен служить Творцу в веселье. Поэтому, как бы тебе не было тяжело, но ты не смотри только на свои тяжести. Посмотри на этот мир, на эту красоту, эти горы, эти поля, эти леса. Ведь все это и есть как бы произведение Господа на этой земле. Поэтому смотри вот на это и радуйся тому, что Господь сотворил. Вильненское течение, литовское, оно другое. Здесь во главу мира ощущения поставлен разум. То есть, ты должен сидеть и учить, чтобы понять. Поэтому вот эта вот атмосфера вильнских литовских, скажем так, должен не только вильне, это и швейцанская ешива знаменитая, и литовская течение. Это атмосфера более холодная, более-менее эмоциональная, более интеллектуальная. То есть, здесь надо было сидеть и учить, и вот и спорить, и над каждой буквой, над каждым словом, и вкапываться, и так далее. И вот он в этих романах своих показывает, что такое атмосфера вот этих литовских ешив. Теперь, он буквально, значит, уже в 32-м году он стал светским человеком, он пошел в это движение молодая Вильна, был одним из ее лучших представителей, и буквально перед войной он женился. Жена была медсестрой, и когда началась немецкая оккупация, то ему жена, жену что-то там не отпустили из больницы, она была прикреплена к больнице, чтобы она не была, а мать ему говорит, ты беги в Россию, потому что я не могу, я упал уже старуха, я упаду по дороге, и он не смог взять жену, и он бежал и пережил войну в Узбекистане. Естественно, и мать, и жена погибли, и после войны он проживает то, что называется комплекс вины за то, что их оставил. У него практически нет ни одного произведения после войны, где он не пишет о матери. У него он пишет знаменитую поэму, «Мамины субботы», она тоже на русский переведена. Он пишет огромное количество стихов, где везде с образ матери, и вот это его первой любви. Теперь, он уехал в Америку, там он женился на женщине по имени Инна, и тем не менее продолжает жить вот как бы господь по первой своей любви, и в 50-е годы он приехал в Иерусалим, и когда он увидел Иерусалим, он его называет матерью всех Иерусалимов диаспоры, как бы Вильню называли Иерусалим де Лита Литовским Иерусалимом. Но не только Вильню называли Иерусалимом, как бы так невозможно было попасть в Иерусалим, Иерусалим был мечтой, то каждый центр еврейской учености, духовности, называли Иерусалимом. Краков, Иерусалим де Галиция, Бердичи называли Иерусалим де Волим, город, где я родился, сегодня это даже тот район, где я родился, официальное название Иерусалим, как сейчас он официально так называется, евреи называли Иерусалим де Подоле, подольским Иерусалимом. Каждый центр учености называли Иерусалим. И вот когда он приезжает в Иерусалим в 50-е 52-е год, называет Вильню матерью всех Иерусалимов Диаспор и пишет такую поэму. Твоей дочери Вильны нет уже в живых Иерусалим. Она в небесной голубятне на божественных цикрыльях на древе вечной жизни. Твоя дочь из Литвы взошла в огне, как и старшие ее сестры Ворум с Майнси Шпайер. Это как раз вот тот район третий город среди которых родился Ерзыкидыш в 10-м веке в Западной Германии. Как и ее сестры близнецы Люблин и Краков потому что их тоже называли Галицанским Иерусалимом. Только ты Иерусалим можешь продолжать и улыбаться только над твоими вратами Господь сторожит от твоего рота и тут есть совершенно страшная строчка ведь ты мать которая пережила всех своих дочерей. Теперь у него есть очень четкое воспоминание. Когда он был маленьким то он молился в Синагоге а его мать на втором этаже в женской Синагоге. Большинство женщин не умели читать, писать. простых женщин а его мать умела и у нее была такая дополнительная дополнительная зарплата. женщина которая умела читать она читала молитву для остальных женщин и те за ней повторяли. И вот он особенно у него навсегда в памяти осталось что он сидит внизу и когда благословляет начало нового месяца есть такая очень интимная молитва где женщины особенно просят за своих детей за своих мужей за благополучие в семье и так далее и вот он помнит плач этой матери своей когда она там на втором этаже читает эту молитву и вот он говорит и когда я увидел тебя мой тихий священный город я услышал свою мать благословляющую начало нового месяца то есть когда он находится в Иерусалиме он увидел услышал и вспомнил вот тот литовский Иерусалим и вот те звуки матери синагоги которая благословляла новый месяц только ты Иерусалим можешь дальше продолжать улыбаться сквозь свои прикрытые веки только над твоими вратами Господь сторожит только ты Иерусалим можешь продолжать и жить а не как твои дочери которые взошли в небеса и вот он говорит я не могу начать здесь как в Иерусалиме отчет с нуля я принес сюда всю свою многосотлетнюю культуру и историю и так далее и он говорит и точно как я как переходят из улицы в улицу так же я из Вильны пришел в твои дома от моих евреев маленьких синагогах к твоим евреям подзагоревшим из горячей яминской пустыни я пришел сюда со всеми моими блужданиями со всей моей тоской и со всей моей вильной которую Господь не пожалел со всем моим гордом который я буду нести будто ярмо я стою пред тобой Иерусалим город вечной справедливости в надежде что я здесь найду справедливость вот так вот он провел как бы духовный мост между вот этим литовским Иерусалимом и тем Иерусалимом и называет Иерусалим матерью всех Иерусалимов диаспор Ну это Авраам Суцкевер я думаю вы знаете это имя Суцкевер который тоже был основоположником основоположником этой группы молодая Вильна который считается одним из величайших поэтов 20 века который считается совершенно гением поэзии Суцкевер смотрите когда если оценить его поэзию так очень коротко совершенно мастер образности то есть его образы они ничем не повторимы он совершенно в какой-то вот каком-то аквариуме да какая-то у него есть сборник с творения аквариум я еще перебью только для информации я перебью что эта книга есть сборник его рассказов переведем на литовский очень хорошие переводы железо с аквариумом они были очень близкими друзьями они знали друг друга до войны еще и вот когда они вместе собирались это были виленские встречи то есть они сидели в Тель-Авиве но на самом деле они были в Вильне все разговоры все воспоминания Карпинович и Суццкавер Карпинович и Суццкавер оба Абрама да Карпинович и Суццкавер очень близкие друзья они совершенно не общались они часами могли говорить по телефону вот это вот интересно они как бы жили в Тель-Авиве а в голове и в душе они остались в Вильне и вот опять же я говорю это первые части Суццкавер он с 48 по 95 год он редактировал лучший еврейский литературный журнал который назывался Золотая цепь The Golden Gate где наш баннер когда мы а вот наш баннер там стоит вот когда мы делали эмблему вот на каком вы видите то вокруг мы ее окружили золотой цепью посередине золотой павлин и золотая цепь это два символа едущей культуры Золотая цепь так называется знаменитая поэма классика Перетца о преемственности поколений да о традициях которые передаются с поколения поколений и вот Суцкий Верой Карпинович они очень очень четко соблюдали вот эту традицию когда печатался какой-то их рассказ на виленскую тему то сразу под заголовком было в скобках написано о Вильне троцейнух виленский рассказ в чем это не делалось ни в одном другом городе виленский рассказ стал жанром отдельным почему они называли улицы и так далее что поразительно что люди которые никогда не были в Вильне они знают что такое суфианики они знают шнипишек они знают что такое дайчегас немецкая улица и Бреста никогда не вышли здесь я уже говорил когда первый раз в 2014 году я четко знал географию города через вот эти виленские рассказы суд скобер у него два столпа его творчества это шоа это холокост и идыш холокост и идыш два как бы храма его творчества он пишет в одной из поэм что даже если мы не хотим помнить о холокосте то каждый из нас он как ходячий памятник памятник по местечку по общине по семье по родственникам по улице по двору и так далее каждый из нас он хочет или не хочет он несет вот здесь вот в подкорке подсознание с собой холокост и этот холокост он говорит он с нами всегда в театре и на свадьбе и в грустные моменты и веселые моменты то есть мы хотим или не хотим и мы возвращаемся в 57 году он опубликовал поэму которую страшно произнести ее название она называется ройхм фунидыши кинга дым из еврейских детей поэма в оборок можно упасть когда вы ее читаете но в последнем последней эстрафе он пишет и мы здесь в благословенной стране о которой имеется в виду Израиль о которой мы тосковали каждый из нас он будто железный памятник ходячий и всегда мы ждем чтобы здесь появилась огненная колесница на орлиных крыльях вот два образа известной традиции огненная колесница на орлиных крыльях с детьми с детьми живыми и солнечными а не дымом и с ними вместе будет Илья у пророка Илья пророка и он укажет малышам на их папу их маму и оттуда с огненной колесницы он поднимет бокал и сделает кедуш благословения и оттуда он всех нас благословит на Ридж Суцкевер его статус трудно себе представить это же Сталин отдает приказ перевести его через линию фронта из нарочных лесов где они были в партизанских отрядах и он приезжает и в Москве дает свидетельство об уничтожении Виненского гетто он член советской делегации на Нюрнбергском процессе он говорил в Нюрнбергском процессе 27 минут единственное что ему не разрешили ему было очень важно он говорит я хочу говорить от имени моего народа на и расстрелянном языке моего народа ему не разрешили говорил на русском на русском на русском на юрнбергском ему не дали говорить но есть запись даже есть запись и когда он приезжает после войны он в 47 году он был и в Париже все его захотели заполучить вступали в приглашение из Америки из Америки из Америки все голден вир приезжает специально в Париж привезти ему сертификат и привезти его в Палестину и три дня после основания государства была в разгаре война за независимость был 48 год 70 лет назад 15 числа мая был провозглашен Израиль 18 мая был провозглашен его журнал золотая цель который он редактировал до 95 года то есть это лауреат лауреат премии главы правительства он был одним из кандидатов на Нобелевскую премию это поэт которого трудно прецедии я знаю что когда он умер в 2009 году то литовский парламент почтил его память минутой молчания вот опять же опять же человек для которого Вильна оставалась храмом памяти вот он пишет в одном из своих в одной из своих поэм в 1974 году он говорит «Хочу я или не хочу но Вильна ко мне приходит по тому же пути и я вижу голубизну Вильи отражающейся в разбитых стеклах и опять же в мои молодые дни я заключаю свой вечный союз со своим городом с моей Вильной и мы оба с ней поднимаем бокалы за этот союз и за возрожденную жизнь то есть вот эта фраза «хочу я или не хочу но Вильна ко мне приходит» она если хотите основа его творчества он тоже очень много принес к тому чтобы Вильна стала храмом памяти общенациональным храмом памяти «Он сам был узником гетто, и семья его погибла» «Он был узником гетто, он сумел бежать из гетто, он прятался, теперь у него не было семьи до войны» «Нет, нет, Рина, да, она уже после войны» «Он сумел бежать из гетто, вместе со своим другом, о котором я сейчас буду говорить» «Шмеркер Кочергинский», а, у вас у портрета был тоже Шмеркер «Люгмейл» «А?» «Люгмейл» «Он «Воевал в партизанах с Абой Ковнером» и в Вильнском театре исполняют его знаменитую песню «По твоими белыми звездами» вот в театре гетто эта песня у меня взяла годы, пока я ее понял ведь все вот эти вот молодые люди, вот писатели из вот этой «Люгмейл» они все были левого направления они все были бундисты, коммунисты, полубундисты, полукоммунисты и так далее они все были вот к левому направлению но тем не менее, вот он пишет там «По твоими белыми звездами протяни мне свою белую руку» «Белое» в еврейской традиции – это символ смерти «Белый» – это цвет саванны и так далее «Протяни мне свою белую руку» «Теперь в иидыше во втором лице глагола вы не можете понять, он обращается к женскому или мужскому роду» «В иидыше можно понять, но когда он говорит, притяни свою белую руку, непонятно к кому» «Только во втором куплите мы узнаем адрес» «И тут он говорит, и я хочу, мой Бог великий» «То есть к кому он обращается?» «К Богу» «Тебе вернуть мое достояние» «То есть ты мне дал мой талант, мою поэзию, мои песни, все, я сгораю, моя жизнь заканчивается, и вот я тебе хочу вернуть ее назад» «Опять же, как я говорил, Вивенское гетто – это сосредоточие отчества» «И несмотря на все страшные вещи, что там происходят, там создаются песни, там ставятся спектакли, там на стихи пишется музыка, и вот знаменитый композитор Раварам Брудна пишет музыку на эту песню, эту песню исполняет в театре Вивенского гетто и так далее Теперь, его друг Шмертико-Чергинский, вот который уже потом написал вот эту песню, вот эту книжку «Партизан и еду», тоже парень родился в Вивне в 1908 году, из очень-очень бедной рабочей семьи Он был одним из активных членов левого рабочего движения, бундистское, коммунистское И в одной из первых акций он потерял жену, с которой он успел прожить несколько месяцев, то есть они поженились буквально только до войны И опять же, совершенно феномен, то есть вот человек потерял любимую женщину, и он пишет ей танго, которое называется «Фриллинг» – «Весна», на котором музыку пишет тот же Раварам Брудна и исполняет в театре Вивенского гетто И вот это танго, «Фриллинг», «Весна», «Верни мне на своих голубых крыльях мою любимую», «Забери мою грусть и верни мне назад мою любовь» Совершенно что-то апокалиптическое, то есть тут человек потерял жену, и тут он ей выражает свои вот эти вот муки и ностальгию и горе в творчестве И эти песни, они мгновенно стали народными, то есть их, ну нет людей, человека, который сегодня не знает вот Суцки, выработав своими белыми звездами И она переведена на кучу языков в ее, кто только ее не поет и так далее И также вот этот вот «Фриллинг» на ютубе можете увидеть с очень интересными кадрами из Вивенского гетто Она была одной из песен, был снят кинофильм про Вивенского гетто Был снят кинофильм, и она как загладывается Да, и она как река, как фонды по музыкальному идёт Теперь Кочергенский, смотрите, «Судьба человека» Он, а, кстати, вот это я показывал, да, совершенно не случайно нашел вот эту книжечку, называется «Между серпом и молотом» И тут он описывает, что творилось в Вивне вот в этот первый год советской власти, сороковой год Когда идут документы, он приводит и так далее Когда пришла советская власть ещё до немецкой оккупации Вот Он пережил гетто, пережил войну партизан Опять же, он коммунист, бунтист, совершенно левый человек, совершенно атеист Но вот эту всю поэзию, созданную во время Холокоста Её характеризует один момент Все эти бунтисты и коммунисты и атеисты Вот в роковой момент Они всегда говорят, вот как Сунский в последнем публике своей вот этой песни «И я тебя ищу, ну где ты, где?» То есть вот в роковой момент Все они обращаются к Всевышнему Даже те, кто отрицали его И вот Когда уже счёт шёл на часы И приближалась советская армия Это январь, где-то уже сорок четвёртого года И они эти партизаны в лесах, в морозе, в холоде, в снегу И он пишет стихотворение, которое положено на музыку, которая На мотив, который приписывается родину Аврааму Куку Пусть уже придёт избавление Теперь Эта песня него Её очень мало певцов исполняют её правильно Она совершенно апокалиптическая А мотив, он очень такой зажигательный И её иногда превращают в такую больку весёлую А там совершенно апокалиптические слова Он говорит Когда солоно на душе и горько на душе Обычно пьют на хае Выпивают У партизан в лесу в январе На снегу Где можно было взять водку Он говорит Если нет водки То давайте пить воду Ибо живая вода Это и есть жизнь А в эти страшные дни Что нужно ещё еврею? В еврейской традиции Мессия придёт Когда всё поколение Или целиком грешно Или целиком правильно И вот он говорит Всё равно ведь это поколение Уже грешно целиком То давайте не будем глупцами Ибо если мы больше будем грешить Имелось в виду сражаться То Мессия придётся быстрее И он говорит Ой ты Вот этот коммунист и атеист Говорит Ой ты Отец Небесный Мы тебя просим Только позаботься Чтобы Мессия не пришёл Слишком поздно Чтобы он не опоздал И вот в конце этой песни Есть припев И он поёт Золушень Пусть же уже приём Избавление Ибо Он уже приходит Мессия Вот он Вот он Вот он уже на пороге Теперь смотрите Человек пережил гетто Пережил лагеря После войны Он делает совершенно Невиданную вещь Он два года скитается По Европе Интервьюирует Людей Которые Которые пережили Холокост И издаёт Такой толстенный том Который называется Где просто тоже был Называется Песни лагерей И гетто Причём с мелодиями Со словами В сорок восьмом году Он издаёт вот этот тон То есть это песни Это народное творчество Зачастую это не профессиональный поэт Это люди из народа Которые писали И складывали стихи и песни Не о Холокосте Во время В сорок восьмом году Он это издаёт В сорок девятом Он получает визу в Аргентину Едет в Аргентину Живёт в Буэнос-Айресе Там он описывает два тома Называется Я был партизаном Как он сражался здесь В литовских лесах И много очень пишет И даёт лекции И так далее В 54-м Его пригласили с гостевой лекции В город Мендоса Он летит туда Это в глубине Аргентины Летит туда И по дороге Обратно Когда он из Мендоса Возвращается в Буэнос-Айрес Разбился самолёт Человек пережил гетто Пережил партизан Пережил всю войну И разбился в самолёте В мирное время В 54-м году ему было 46 лет Это вот Шмяр Кипа-Черкинский Тоже один из героев Виленского гетто Один из как бы Самых известных людей Связанных с Виной Теперь В 43-м году Опять же Уже проходит в гетто Конкурс песни гетто И он пишет Заменитую песню Понар И вот этот мальчик Алик Холкопийский Одиннадцатилетний Пишет музыку к этой песне Тише-тише Здесь растут могилы Штилла-штилла Песня по нам С этим мальчиком Тоже связан Очень интересная история Его отец был Врачом Он Они потом Отправили в лагерь Клога В Эстонии Они выжили И он был одним из тех Кто хотел Холокост Выкинуть из памяти Вот-вот Вычеркнуть Выкинуть его Тотально Не забыть Он сказал Я никогда туда не вернусь И в руку Я не хочу знать Я не хочу видеть Не хочу слышать и все Теперь Он приехал в Иерусалим Построил себе огромный дом Стал профессором музыки Заменитым пианистом И окружил себя миром Музыки, природы, искусства и так далее То есть тотально Забыл Выкинул из памяти Холокост И где-то В середине 90-х годов У него в доме У него такой камерный зал был Концертный И он там со своей подругой Они давали концерты Фортепиано В четыре руки Пришла молодая Девушка Режиссер фильмов Рахеля Шварц И хотя он не хотел Все знали, что он не хочет Говорить на эту тему Вот И она ему говорит Это правда Что вы и есть Вот Алик Волковийский И вот сейчас Александр Томил Который вот Написал в эту Песню Панар Ну допустим И она Пристала вот к нему Клещ И заставила его говорить Через пятьдесят лет И она его Привезла Сюда Вильню И они здесь сделали Фильм После там песни Панар Этот фильм Можем его видеть Его много раз показывали И вот видно буквально, когда они приходят в этот зеленый музей, то женщина, которая заведована музеем, подводит его к фотографии. А я слышал версию его режиссера, она интересная вещь, она говорит, они ходили по Вильню, и он все время смеялся, он все время в таком высоком, в таком хорошем настроении. Вот эти молодые ребята, там операторы, которые себе пили, он все время говорит, вот здесь продавали хорошее мороженое, сюда я в фильмы ходил смотреть, а тут я в футбол играл. Его воспоминания заканчиваются июнем 41-го года. Вот как бы вот все, а дальше нет ничего. И она тогда сказала своим ребятам, говорит, я вам запрещаю к нему подходить, потому что если вы, если он как бы не, мы его не выведем из этого настроения, не будет фильма. И вот в этот зеленый музей, она его подводит к фотографии, где он 11-летний, вот на этом конкурсе сфотографирован, сидит и в театре гетто играет впервые вот эту песню «Понар». И вот там видно, как к нему вернулась вот эта бомба памяти. Вдруг он покраснел, слезы появились, и он говорит, все, не хочу, я ухожу, я не хочу и так далее. И потом они приходят в театр гетто и поднимаются на сцену, и он говорит, по-моему, это то же самое пианино стоит, что тогда стояло. И он опять садится в пианино и начинает эту песню. Они привезли израильскую певицу, которая поедет эту песню, и потом едут в «Понары», и вот целый фильм по следам вот этой вот песни. То есть эта песня, опять же, один из символов Вилья, то есть нет человека в еврейском мире, кто не знает эту песню. И в день Холокоста каждый год ее играет и на государственных церемониях, и так далее. Опять же, один из символов, который превратил Вильню в сокровищницу национальной памяти. Ну, это театр, и так далее. Ну, это уже такие вещи. То есть вот это вот те вещи, которые я хотел показать, как бы, вот те люди, основные из них, да, которые превратили Вильню в символ вот той прошлой жизни. Поэтому, а сейчас я уже буду немножко больше о Карпиновиче говорить. Видите, я с ним проводил очень много времени. Один из ближайших людей, то есть я в 80-е, в конец 80-е, 90-е годы, я был директором Всемирного Совета по языку и дидыша, он был вице-председателем. И он каждый день вот приходил к нам в офис, и мы сидели с ним, говорили, 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 говорили и так далее. Потом дома у него тоже вечерами целыми мы сидели, говорили. Очень много времени проводили. И вы знаете, вот этот вот его мотив, что я как бы физически здесь, а духовно я остался в Вильнюсе, вот этот вот его мотив, что я продолжаю жить в Вильне, он как бы получал свое воплощение. Значит, в один из вечеров, мы с ним где-то на каком-то мероприятии, был ему звонит жена, и говорит, тут кто-то звонил по-русски, говорил по-русски, хотел с тобой побеседовать. И он, говорит, оставил телефон, перезвонил ему. На следующий день он приходит и рассказывает, что, рассказывает, о, смотри, какой я вчера рассказ написал. Помнишь, мне звонила жена, вот оставила телефон? Да. Значит, позвонил человек и говорил, господин Карпинович, я хочу с вами встретиться. Ну, он договорился с ним, встретился в каком-то кафе и написал об этом рассказ. Рассказ такой. Он говорит, пришел человек, это ты, говорит, мне тут сказали, что вы из Вильны, описывали Вильну. Он говорит, ну, правильно. Он говорит, вы знаете, я недавно сюда приехал из Новосибирска с женой, с дочерью. Он говорит, и мне сейчас нелегко, я вот только приехал, новая жизнь, надо устраиваться и так далее. Он говорит, я вспомнил свою маму. Моя мама мне говорила, если тебе будет когда-то в жизни трудно, найди старого величанина. Он тебе поможет. Сегодня это звучит немножко странно, эта фраза. Он тебе поможет. Он говорит, я начал людей спрашивать, и мне сказали, Вильна, это Карпинович. Нему. Он говорит, а кто была ваша мама? Он говорит, может, наверное, я ее знал. Он говорит, да, ее многие в Вильне знали. Он говорит, ее звали Лея Бреннер. Вот это Лея Бреннер, это и есть Лейка де Шварц, Лейка Черная, подружка Тамары Длинная. Если помните, в этом рассказе, когда Тамара уходит из публичного дома, она идет к Лейке. Может, не все читали, что она убирает. Может, мы все подробнее. Подробнее рассказы, хорошо. Потому что кто-то читал, кто-то. Окей, окей. В рассказе Тамары Длинная. Ситуация такая. Она была в этом публичном доме. У одной, которую звали хозяйкой этого публичного дома, была Берте Люхта. То есть это тоже немножко такое слово скользкое. Вот. И к этой Берте приходил маленький человек такой, к этой Тамаре приходил. Он описывает, это очень интересно. Он говорит, в пятницу вечером у этой Тамары не было времени с окончанием. Приходила вся постоянная клиентура. Говорит, все вымытые, выбритые в белых рубашках, как и водится в честь Святой Субботы. Потому что в Субботу все люди ходили на Богу, эти ходили в публичный дом. И вот, говорит, пришел, там приходил один маленький человек. Он работал таким посыльным, грузчиком и так далее. Говорит, и ему она отдавала немножко больше времени. Потому что он был совершенно одиноким, совершенно таким заброшенным. И она говорит, он же единственный человек, у которого в Вильне есть кому притуриться. И она ему немножко больше дала. Опять же, в Карпинович надо понимать его образ мысли. Это воплощение народного языка. Когда мы говорим о народном языке, он не... То имеется в виду, что на идише ничего не говорится прямо. На идише всегда говорится картинками. Идыш не любит имена прилагательные, аддиктивы. В идише должна быть... Какая-то трактовка должна сопротивляться картинкой. И вот он в этом рассказе хочет сказать, что у этого человека, у него были хорошие манеры. Он не нахватывал, не преподал к ней, как... Не знаю, не прихватывался к ней. Как он говорит, Карпинович эту фразу на идише, она звучит. Он говорит, он не прихватывался к ней, как на кишку из чёрнута. Чёрнута – это субботнее блюдо такое. Там картошка с фасолью и там еще что-то. И как бы самая вкусная часть вот этого блюда – это кишка, начиненная мукой с жиром. Это самое вкусное. И естественно, каждый, кто начинает это есть, он сначала эту кишку ест. И вот он говорит, он к ней не прихватывался, как на кишке из чёрнута. Вот в этот момент, когда вот читает человек этот рассказ, он сразу начинает смеяться вот только от этой фразы. И вот этот вот вершина, эта Тамара давала ему немножко больше там времени. И хозяйка начала стучать в дверь, зачем ты сюда... Тебе такой, как ты, тебе нужно приходить посреди недели, а не в субботу ты мне калечишь весь бешефт, весь бизнес. И она обиделась, опять же, вот моральная часть, она обиделась не из-за себя, из-за него. Говорит, ты посмотри, на кого она раскричалась, к кому она пристала, говорит, к самому одинокому, самому несчастному во всей Вильне. И она обиделась и ушла вот к этой лейке. Эта лейка снимала комнату возле вокзала. Она родила ребёнка, не знала от кого. И этого ребёнка она назвала Эль. Илья. И когда его спросили, а кто папа этого ребёнка, она говорила, Илья он пророк. Она его назвала Эль. Так вот этот вот человек, который позвонил Карпиновичу и приехал из Новосибирска, это и есть вот этот Эль и сын этой лейки. И о нём есть рассказ тоже. То есть воплощение уже в Тель-Авиве нынешнем продолжение этого рассказа о Виленском. И он описывает, как он его, как он его, помог ему устроиться, и как он ему дал гарант на ипотечную суду и так далее, и так далее. Это вот продолжение вот этого, нынешнее продолжение этого Виленского рассказа. Теперь, знаете, вот та же Тамара, когда он её описывает, ему опять же важно очень показать вот какие-то моральные вещи. Вот когда он даже описывает людей вот этого вот низкого мира, да. Например, он описывает, что эта Тамара, она была единственной из этих всех уличных женщин, которая умела читать. И она ходила в библиотеку Страшуна, и там была такая знаменитая историческая личность Хайкл Лунский библиотекарь. И брала у него, это вот традиция у виленских евреев, была книгу на субботу. Не было интернета, не было телевизора. Книгу, поэтому каждую пятницу у виленской библиотеки Страшуна выстраивалась очередь, чтобы взять книгу на субботу. Опять же, только виленская традиция, этого в других городах не было. Вот дух просвещенчества, вот чтение и так далее, книгу на субботу. И обычно она что брала? Ну, романтические романы. И по субботам она собрала вот эти все проституты, так и читала им. То есть был клуб чтения по субботам. И она читает эти романы. Особенно она взяла, значит, Дюма, «Даму с камериями». И они начали все горько плакать, потому что в результате, кажется, что это «Дама с камериями» не такая уж дама. Она именно то, что нет, которые они едят. И вот этот Хайкл-Лунский говорит, «Тамара, девушка, как вы, она уже должна читать более серьезные книги». И вот он ей дает книгу рассказов Перца. А у Перца есть рассказ «Три подарка». И в частности, одна из страницного рассказа говорит, что когда в тот мир пришел один еврей, он принес три подарка, которые символизировали самопожертвование во имя веры. И вот он принес шпильку и рассказывает такой рассказ, откуда эта шпилька, что эту шпильку дочь раввина приговорили к смерти. И ее привязали к лошади и тянули по земле. И чтобы сохранить вот скромность женскую, да, и чтобы платье не поднялось, она этой шпилькой прикрепила платье к телу. И вот эта вот шпилька как бы стала вот символом того, что вот женщина должна сохранить свою скромность. И вот она, Лейке, вот этой подружке своей читает этот рассказ. Лейке это не понравилось. Она говорит, что Лейке идет умирать, у нее нет других проблем, потому что платье не поднялось. И вот, видите, он постоянно вот этому, вот этим вот мотивом он находит современное воплощение. И в принципе он находит воплощение вот этой шпильки в гибель этой Тамары в Панарах. Что когда привели ее туда, в Панары, и там сказали всем раздеться, и она, что для нее было раздеться, да. Но тем не менее, перед вот этими немцами она не разделась, и она как будто в тот момент вспоминает вот эту вот шпильку. И она, когда с нее хотели сорвать платье, она, ну, ногти внедряет в руки и не дает сорвать платье. И в нее выстрелили, она была единственной женщиной, которая упала одетой, как бы сохранила вот гордость женщины. То есть, перемешиваются литературные образы и реальный образ. Когда мы с ним говорили, он часто рассказывал про вот этих людей. Он рассказывал не как об обычных знакомых, как о соседях и так далее. То есть вдруг вот эти вот образы, они начинали жить обычной жизнью. И самое главное, самое главное, я не знаю, как это можно передать, я честно говорю, я не знаю, как это можно передать в переводе. Не, насколько хорош перевод литовский, но любой перевод он проигрывает. Ибо излиш – это язык, и Карпинович был одним из основных мастеров этого языка, который должен говорить картинками. Например, вот в реальной жизни я его привел как-то, у нас был семинар в Варшаве, под Варшавой. И я хотел, чтобы был такой writer in residence, чтобы увидели живого еврейского писателя. Ну и там была женщина, она очень-очень полная, ну прямо такая уже неопятная была и все. Вот опять же, вот Карпинович – это вот его язык. Он, как вот любой еврей из той Вильны, он не скажет, она слишком, она очень толстая. Это не его язык. Он посмотрел на нее, и тут же из него как бы вот, он не специально хотел это сказать, а то из него автоматом выскочил. Он говорит, из нее же можно сделать три, еще останется сдача. Это вот его язык. На каждый абсолютно, на каждый абсолютно вот образ была образная картинка. Скажем, когда к гостям приходили, он не скажет, вот ешьте, это очень вкусно. Он скажет, ешьте, ешьте, все равно же надо будет выбросить. Или ешьте, ешьте быстрее, потому что иначе мне это завтра придется кушать. То есть вот просто в обыденной речи всегда был вот этот юмористический элемент, который создавал образы. Опять же, как это в переводе звучит, я не знаю, но в оригинале это то, что делает этот текст. Это то, что, скажем, та же Тамара, да, когда ее, когда он говорит, она оставила эту темную профессию и переквалифицировалась, стала коммунисткой. Вот. Ее привели в коммунистический кружок, ее представили, вот бывшая жертва проклятого капитализма. Вот. И она в этом коммунистическом кружке ей понравилась, потому что там все впервые разговаривали на равных. Ее приняли как равную, все впервые разговаривали не как вот с какой-то, да, а вот на равных. И чем-то надо зарабатывать на жизни. Вот эта подружка Лейка, она ее привела в эту, где кур ощипывали, ну, как это называлось, я не знаю, как на русском языке. Да. И вот у него такая фраза там есть, да, и вот вот эти подружки сидят по колене в этих куриных перьях, посреди бегает вот этот мальчик, этот Лейка, которого было не с кем оставить, сын этой Лейки. Он говорит, и время от времени они вспоминали старые годы, когда от одного клиента можно было заработать больше, чем от десяти общипанных кул. Вот вдруг вот такая фраза, и даже несмотря на какой-то не такой уж веселый контекст, вдруг она появляется улыбка на лице. То есть, опять же, весь юмор заложен у него, и вся изюминка заложена в языке. Не в том, о чем говорят, ибо о чем это обычно грустно. Как? Как говорят? Вот это то, что создаёт свою изюминку. И, опять же, наверное, в литовском, в любом другом языке есть какие-то аналоги вот тех речевых языковых оборотов, которые он пользует. То есть, надо очень-очень важно выбрать правильные выражения, правильные вот эти вот картинки, да. Я не знаю, как это переведено, вот это вот рассказу докторе... Доктор Вегоцкий. Шаббат. Шаббат. Нет, 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 нет. Готовый друг из головы. Ханамеркер, торговка рыбой. Крикторный Роберт Мирон. Нет, нет, нет. Ханамеркер, торговка рыбой, один из основоположников Иго. Сейчас вспомним фамилию. Он был, он был хромым. Рубинский? Рубинский, да. У него одна нога была короче другой, да. Но, опять же, Харпинович не мог рассказывать эту рассказ, чтобы не добавить. Говорит, ну зато вторая нога у него была длиннее. Вот. И в этот момент, и в этот момент, нехотя вы смеетесь, потому что вы сразу себе воображение сразу представляете себе. Если просто одна нога была короче другой, это ничего. Значит, добавить бы, зато вторая была длиннее, это сразу придает изюминку, да. И вот этот вот доктор Рубинштейн, когда он, он настолько был предан своей работе, что он решил остаться холостом, он не оженился. И все ушло у него нормально, пока он стал заниматься, заниматься сбором благословений и проклятий. Он был очень интеллигентным человеком, очень духовным человеком и так далее. С благословениями у него все прошло гладко. Но где он, а где проклятие? И он начал ходить по Вильню и спрашивает, можно вы знаете, где я мог услышать немного проклятий? Ему сказали, ему сказали, доктор Рубинштейн, идите на завальную улицу Фишмарк. Фишмарк, рыбный базар, который находится за Голдсмарк. Опять же, откуда я знал город? От его описания, там сейчас там пустырь такой есть. Сначала был рынок, где трава продавали, а там парк такой, да? А потом был, а за ним рыбный... На Пилеву. На Пилеву, да. На Пилеву, да. Да, 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 рыбный базар. Он говорит, и спросите, там одной ее зовут, хана Мерка, торговка рыбой. У нее есть негласный титул, она лучшая проклинащица во всем Пиле. Вот. И он говорит, вам даже не надо будет спрашивать, вы ее услышите. И он приходит туда и слышит, стоит тетка с таким черным ртом, говорит. И каждая, кто у нее, да, покупает, не покупает, она отвешивает таких пожеланий. Вот. И он стоит и записывает, записывает. Она смотрит, кто-то стоит, записывает. И она подумала, что он из магистрата, из налоговой инспекции, что он смотрит, насколько она отвешивает. Вот. И она ему говорит, говорит, уважаемый, может вы, может вы хотите рыбу, скажите какую. Опять же, он употребляет название рыбы, которые сегодня уже никто не знает, как на Ильже называют. Плетки, спонсарки, сегодня никто этих слов уже не употребляет. И он говорит, я вам одна подешевываться не. Она говорит, она говорит, а он очень интеллектный человек, говорит, извините, простите, пожалуйста, я не покупаю рыбу. Я собираю проклятие. Говорит, вы себе вообще, или вы? Он говорит, нет, нет, это моя работа. Вот. И тут она раскричалась, говорит, бабы, смотрите на невормального, он собирает проклятие, кто ему хочет дать товар. И из нее посыпалась, как из дырявого мешка. Он говорит, одну минуточку, будьте так добры. Берет блокнотик и начинает записывать. Говорит, Шан, я вас буду проклинать, а вы из этого будете делать деньги. Нет. И он договаривается с ней, что он придет каждый день. Она ему отвесит порцию проклятия. Он ей заплатит рубль. Один раз он забыл рубль, тогда он получил настоящую порцию. И вот опять же, в каждом рассказе им очень важно показать человечность, какое-то моральное начало. И вот в этом рассказе, вот она вот такая вот, вот с таким ртом, да, ему очень важно показать, что вот в ней женское начало. И она в него влюбилась. Там она осталась вдовой, ее там муж, он где-то погиб там в реке, вот. И она всегда ходила в этих мужа резиновых сапогах. А тут она хочет на него произвести впечатление, как женщина. И она одела чистый фартук. Вдруг вместо резиновых сапогов на рыбный базар она одела красные туфли на шпильке. И хочет на него произвести впечатление. И он, даже у него мысли нет в эту сторону. И он ее, и она не знает как. И она ему говорит, господин Рубеншин, зачем мне надо вас проклятие, когда здесь едете к тазу с рыбой. Приходите ко мне домой. И я вам сделаю кусочек фаршированной рыбы, как у вашей мамы, какой-то недели. Потом кусочек рыбного, картофельного кугла. Говорит, вы оближите все пальцы. А потом я вас попроклинаю. И она нарядилась, приоделась. А он, аут. И он поел и говорит, спасибо, все очень вкусно, теперь пойдем к работе. И достает, блокнот хочет записывать. И она говорит, ааа, я же для вас не женщина, а для вас горявый мешок, из которого сиклется проклятие. И она так пристала к ним, что он вынужден был оставить вильнюю, взял рюкзак и пошел собирать проклятие в галесток. И она стоит на этом рынке и буквально, вот кто-то говорят по-русски, сохнет по нему. И другие торговки на ней жарились, говорят, смотри, из-за какого-то хромого у нее совсем по делу отъехали мозги. Говорит, ее уже не интересует ни рыба, ни торговля. Более того, она начинает для него собирать материал. Она ходит к торговкам яблоками, грушами, спрашивает их, как называются сорта этих фруктов наидыше. Она записывает для него все слова, которые связаны с рыбной ловлей, как наидыше называется. И рядом с ней есть торговка рыбой, тоже с подружкой ее. Ту зовут, у всех же были клички, и ту зовут Сирл де Пагегеле. Сирл это украшение, красавица, а Пагегеле это некрасивая, уродливая, уродливая красавица. И та говорит, слушай, из какого он места был этот хромой, чтобы у него уже тоже вторая нога отсохла? Так говорит из еврейского научного института его. Сирл говорит, боже мой, ты помнишь такие слова, у тебя же голова министра. Говорит, у меня есть для тебя план. Скажи, пойди к этому директору института, доктору Вайнрайфу, и скажи ему, что ты сядешь и напишешь те проклятия, которые ты ему не успела сказать. И чтоб тебе в институте устроили вечер художественного чтения. Ты будешь читать эти проклятия, об этом напишут в газете, и ты увидишь этот хромой, и он говорит, что ему вторая нога тоже отсохла, где он не ест, он прочтет, и он вернется. И вот ей устроили там вечер художественного чтения. И она вот список, да, вот этот вот список, который приводит к Рапиночке, у меня даже статья на русском есть об этом. Список, который, каждая, в этом не найдете некрасивых слов, там, матерных слов, вы не найдете этого. Но, опять же, каждое такое проклятие вызывает приступ смеха. Ибо это не то, что подразумевали. Тут важно было не что сказать, как сказать, а именно создать картинку, которая вызовет приступ смеха. И вот у нее там есть вот такой список. Чтоб тебе попала соломка в глазе, стружка в ухо, чтоб ты не знал, что раньше вытащить. Это же, это же как целый фильм, вы видите, да? Это вот картинка. Или, или, чтоб ты, чтоб ты умел так красиво говорить, чтоб только пьяные кошки могли тебя принять. Картинка. Чтоб тебе срочно вызвали доктора, а когда он придет, чтоб соседи кричали, все, уже не нужно. И вот он там приводит целый-целый список вот этих, да? И какое-то время спустя... А еще? А еще? Ой, это много. Он говорит, сколько времени, когда спрашивают, сколько времени она болеет? Говорит, если она пролежит с температурой, еще 4 недели будет, еще месяц будет как раз 5 недель. Вот опять же, не сказать прямо, а вот так. Теперь, откуда берется вот эта вот культура проклятия? Вот идешь изобилуем такими вещами. Ведь сегодня есть этому научное объяснение, что каждый человек, ему нужна, сегодня называют, психологическая разгрузка, да? Представьте себе местечко, где жизнь очень тяжелая. Мужчине ему как-то легче, да? Он пойдет, если ему тяжело, он пойдет напьется, он пойдет, я не знаю, там, накурится, поделится. Поделится. То есть он идет как вот эту вот, 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 вот отрицательную нерву. А представьте себе женщину, на которой дом и дети и и забота об этом мужа и так далее. То есть каким образом вот она может выплеснуть вот эту вот горечь свою, да? Прокляну. Теперь обычно не подразумевали то, что говорили. Например, есть такой народный рассказ о человеке, который был кратежником. И он не мог остановиться и проиграл все, что у него было. Ему уже было не на что играть, и он проиграл примус, который был дома. И пришли к его жене и забрали этот примус, и ей не на что, не на чем воду скипятить. И она вышла на улицу и кричит, чтоб ты не должна домой вернуться, чтоб тебя ноги, руки тебе сломать на ровном месте. Докладка соседка спрашивает, кого вы так проклянуете? Она говорит, моего мужа, чтобы он был здоров. То есть не подразумевали то, что говорили. Это просто был какой-то вот такой способ выплеснуть вот горечь. Поэтому едыш, он и забил этими вещами. Но опять же, Карпинович, вот у него вы читаете этот список этих проклятий, и это действительно вот какой-то вот кладезь такой речевого фольклора, потому что каждое такое предложение, мы не подразумеваем, что действительно она это желает, а оно у нас вызывает, мы каждую такую фразу воспринимаем как фильм. То есть как вот, как постановку, мы видим это, и оно у нас вызывает приступ смеха. вот, ну что еще у него можно сказать. Смотрите, он человек, для которого было два храма памяти. Это Вильна и Идыш. Вот этому он посвятил свою жизнь. Идыш для него, вся его деятельность, она была направлена на то, чтобы каким-то образом сохранить, каким-то образом передать следующему поколению. То есть он воспринимал Идыш как одну из основных жертв Холокоста. Идыш для него это не просто язык был. Он же точно так же владел и евритом, и русским, и польским. Да? Литовским нет, кстати. Ну, правильно, в это время это же не везло. Вот. Русский, польский, английский, еврит, для него практически такие же родные языки. Идыш для него это не язык был. это образ жизни. Это образ жизни. Он когда говорил на Идыше, он стал другим человеком. Вдруг в нем пробуждались какие-то заповедные такие черты. На Идрите он был всегда более официальный. Как только он переходил на Идыш, чувствовалась какая-то домашность такая. Вот какая-то интимность такая была. Часто к нему в дом приходили писатели, актеры, им все были друзьями и так далее. И вот когда они начинали говорить на Идыше, даже о серьезных вещах, просто всегда я выходил с болью вот здесь в мышцах, смехом, потому что невозможно было спокойно выселить выселить. То есть они говорили о серьезных вещах, грустных вещах, но опять же не что они говорили, как они говорили. И вот этот способ выражения мыслей через картинки это наверное основная его черта. Знаете, немного таких писателей, тысячи писателей, которые писали на Идыша, но у него совершенно особая черта. он шел по традиции Шолом-Алехима. Он не создавал литературный язык. Он писал так, как народ говорит. И вот только писатели с хорошим ухом, которые могли ухватить эту манеру народной речи, они умели это передать на бумаге. Буквально он пишет текст, он себя спрашивал, как бы женщина произнесла эту фразу, как бы она сыплет это проклятие, опять же, он это слышал, он это воспринимал. Например, когда он говорил о театре, его же отец, да, вот, это интересно, да? Смотрите, вся семья была театрально- литературная. Сестра его, Рита, она училась у Михолдса в студии, а потом она в Америке играла, и в театре, и в кино. Рита Крапинович, Рита Крапина, потом смену имя. Один брат был журналистом, второй брат был писателем тоже, Давид, вся семья была такая литературная. И у него вот такое выражение было, он говорит, я родился в театре, моя мама меня родила за кулисами. И когда он рассказывал об этом театре, он рассказывал о каком-то огромном народном предприятии. Он говорит, это не то, что люди одели фраг, одели галстук и пошли на культурное времяпрепровождение. Это был экшн, это было что-то, чем этот народ жил. Он говорит, даже дети, которых невозможно было, если родители идут в театр, то дети устраивали огромный гвал, поэтому им затыкали рот пулкой, чтобы они не вопили. Вот их сажали впереди, сидели дети, ели смаковали эту пулку и смотрели спектакль, потому что невозможно было их не привести в театр, они жили этим театром. Когда он говорит о театре, то для него это опять же об размышлении. Я тоже вспоминаю часто его фраза, я когда-то в такие очень молодые годы воспринимался очень экстремально, и он мне всегда говорил, это его фраза, он говорит, на жизнь нужно смотреть как на один сплошной спектакль, но каждый день это только премьера, которая никогда не повторяется. Он говорит, и на жизнь нужно смотреть прищуренным глазом. И тогда все абсолютно становится в своей обычной пропорции. То, что сегодня кажется очень большим и страшным, если посмотришь это прищуренным глазом завтра, так оно не такое большое или такое страшное. И опять же, это не просто фраза, это образ мыслей еврея из Восточной Европы, который пережил страшные ужасы, который научился жить даже несмотря на страшные воспоминания, который живет в реальном мире, а духовно он остался там в панарах. То есть его прошлое, то, чем он живет, оно все там в панарах осталось. И его реальное существование смешивается, перемежается вот с тем прошлым, которое осталось в панарах. Вот это неповторимо. есть только человек, который прожил такую биографию, он мог этим жить. Смотрите, он когда-то хотел бежать из Литвы, еще вот той буржуазной Литвы, в Советский Союз, чтобы строить Биробиджан. Кто такой? Ант Карпинович. Карпинович, 30-е годы, он решил, опять же, мы все были левонастроены, мы все парни из семей, мы все были коммунисты, бундисты и так далее. И действительно они верили, что под солнцем сталинской конституции все цветет. И опять же, я помню его анекдот, когда-то он рассказывал, говорят, что вот из Польши два парня хотят перейти к границу и идти в Советский Союз. Но они говорят, что если мы пойдем вместе, то нас словят и мы можем не дойти. Поэтому давай бросим жребий, кто-то из нас пойдет первым и напишет письмо второму, что если там действительно все хорошо и так далее, то тогда второй тоже перейдет к границу. Он говорит, но вроде говорят, что в Советском Союз не так уж свободно можно писать письма, тогда давай сделаем нам сигнал, что если все хорошо, то письмо будет красным чернилом. Если все плохо, письмо будет черным чернилом. И этот пишет письмо красным чернилом, что все так хорошо, так замечательно, такое изобилие, прекрасную квартиру получил, прекрасную работают, говорит, все в изобилии и одну вещь не нашел черные чернила. Они все жили вот этим коммунистическим идеалом, всем казалось, что там действительно очень хороший рассказ, и жаль, если не поделиться про как роды принимал у гангстов. Да, да, я думаю, тоже с языком перебил. Да, нет видео, он не перебил. Не перебил. Для этого очень важно рассказать. Вогоцкого не перебил. Не вопрошу спросить. публику. Сейчас я про Вогоцкого тоже. Он, еще очень интересная вещь, опять же, когда через Польшу, он был польским гражданином, то он попадает, он хотел приехать в Палестину в 47-мом еще году, и тогда английские власти не впускали в Палестину, и он попадает в лагеря на Кипр. На Кипре были так называемые лагеря для перемещенных лиц, и они уже только после проглашения независимости в 48-м могли приехать в Палестину. И вот там на Кипре он учит иврит, и там он очень подружился с профессором Довом Ноем, который уже из Иерусалима ехал туда преподавать иврит, профессор Дов Ной был моим учителем, и профессор Дов Ной, который был основоположником изучения фольклора, академического изучения фольклора в Израиле, в Юргуссеримском университете, он всегда относился к Арпиновичу кладезю фольклора. Вот если ему нужна была какая-то фраза или что-то выяснить, где употребляли это слово, где употребляли вот эту поговорку, вот Карпинович был адресом. То есть в этом плане для него был абсолютный сокровищный фольклор. И, представьте, доктор Викотский, опять же, вот эти вот типы, которые я узнал от него впервые. Из непереведенных на литовский язык и рассказы. Вот этот природный у меня сейчас не очень в памяти, я могу там просто напутать, но я, например, другой рассказ связанный помню. Доктор Викотский, он был практически последним руководителем общины Виленской перед советским вторжением. Яков Викотский. И Карпинович рассказывал, что он был, то есть бедняки Вильны к нему относились как к святому человеку. То есть он днем, а, вспомнил, вспомнил, да, вспомнил, вспомнил. Он днем, ночью, неважно, когда, зимой, вечером, он за бесплатно к бедным людям шел и оказывал им помощь. И вот у него есть такой рассказ. Он говорит, пришла к нему женщина одна и она хочет показаться культуральной. Что это значит? Говорит, вместо идыша она разговаривает на ломаном польском. И он ей говорит, послушайте, уважаемая, если вы сейчас не будете продолжать говорить на польском и коверкать себе розы, то вам придется идти к зубному врачу. А он да, берет деньги. И она пришла на идыш и говорит, ой, доктор, чтобы вам заровли на вашу голову, чтобы нам вас не нужно было. Что вам болит? Она говорит, что мне не болит? Говорит, голова кружится, руки ломает, ноги ломает, живот крутит, чего мне только не болит. И сама по себе себя тоже чувствую неважно. Ну, вы видите, как можно красиво болеть на родном языке, он мне ответил. А теперь этот рассказ опять же касается вот этого Сепа, да, касается того, что всегда абсолютно ему важно, когда он описывает даже уголовный мир, ему важно показать вот какую-то моральную границу, которую они не переходили. И вот этого доктора Виконского зовут, принимает роды у жены Зелика Балтоевы, который был главой мафии еврейской. Они, как сегодня по-русски говорят, крышевали вот этот рынок рыбы и дров. И неважно, он вор, не вор, но жена его рожает, и он едет. И это холод, снег, мороз, и он едет в этой карете. и вдруг кто-то подбежал к нему, сорвал у него шапку с головы и убежал. И этот доктор входит в квартиру этого Зелика. Зелик жил, я даже знаю, где он мне рассказывал, глезерный газ цвей, стиклю два. Даже хорошо антрисан уже по его рассказам сзади. Вот. И он, значит, заходит к нему и этот говорит, Зелик говорит, доктор, бог с вами. В такой мороз вы без шапки вы же весь синий. Он говорит, нет, у меня была шапка, кто-то подбежал. И я сорвал шапку, Зелик позвал своих воров, говорит, чтобы через пять минут тот у него забрал шапку был здесь. И они привели этого вора. И он говорит, доктор, скажите, насколько кусочка вы хотите, чтобы его разделали? Он говорит, не, не, отпустите его, только пусть у него шапка. Он говорит, доктор, вы его простите, он просто не виленский горе, он из какого-то местечка приехал, он не знал, кто вы, поэтому он возобрал шапку. Если бы он был виленским, он бы не посмел. Вы даже говорили, чтобы как его премьер. Да, только насколько кусочком вы хотите его... А, правильно, да, говорит, там вдоль или поперёд. Вот, если бы он был виленский, он бы не посмел пастыр. Это не виленский код. Опять же, свои вот какие-то коды, которые они не приходили. Вот это вот то, что всегда важно. Вот, опять же, описывая вот тот военный вилен, причём он специально описывает, не людей презентабельных. Он описывает людей, которые, скажем так, окраины общества, не принято о них особо говорить. И всегда я помню, Карпинович, когда он там читал новости какие-то такие, уже наши новости, не особо радостные. Друг какая-то когда-то новости были сделаны в 90-е годы, что в какой-то школе, в Израиле, в какой-то школе дети вдруг мода стала носить ножики в школу. И у них изранца нескольких детей там ножки и Вильне, когда детей в школу посылали, они на компьютерах не игрались, и на этих электрических самокатах они не катались, но ножек в школу они не носили. Опять же, все, что он видел, все, что он слышал, все шло в воспоминания Смирь. Например, например, доктор Цемрак Шаббат, знаменитый тоже памятник, которому есть Народнику, да. Опять же, я от Харпиновича услышал эту историю, что он вот ввел такую как бы традицию, он покупал бочки с молоком, и бедные дети вот каждый день могли приходить, и он им давал стакан молока. Там же рядом есть такой название той бы гибкий, забыла той бы гибкий, я четко не знаю, вещь, я не могу с точностью определить то, что я думаю оно и есть. как оно сейчас называется? Шмоки чугай висейна саурога тяле лимб не ничего. Мясо обещали? Нет. А, чё обещали? Миколаевс. 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 это вот это оно, Улочка такая. Да. То есть рассказывал о женщине, которая творила добрые дела, причем важно очень было понять, что в еврейской традиции есть понятие делать митцву, то есть боговодное дело, сила митцвы этого боговодного дела, но увеличивается, ты все делаешь анонимно, не так, чтобы все знали и так далее. И опять же, он всегда рассказывал вот это мне, он говорит, сегодня, если кто-то дает что-то пожертвование, так он хочет, чтобы его имя было написано огромными буквами у входа на вот этот. он говорит, той богитка, когда она ходила и по двери бедных домов каждую пятницу перед субботой ставила бутылочку вина и халу, чтобы даже бедные люди, у которых не было на это деньги, тоже могли вкус субботы почувствовать, говорит, то она это делала рано-рано утром, еще, говорит, когда все спали, чтобы никто не видел, чтобы никто не видел, никто ее не благодарил. Вот. Вот эти вот вещи, я бы даже назвал это, наверное, слово морализаторство, воспевание вот той чистой, человечной народной морали, на которой строилось это общество, именно вот красивых вещей. Это была одна из основных его как бы и вот как я говорю вот Вильна и Идыш, вот два столпа его творчества. Идыш это был некий это не язык, это храм. Это вот то, что это образ жизни, это образ жизни. Включая все, включая опять же даже то, что он диковечил их язык, их природную вот эту вот речь, опять же, через картинки, вот, например, например, вот этот рассказ, который я вам рассказывал, что когда этот Киднеп приехал из Америки и говорит и все, так он говорит, он говорит, а у Зелика как раз вещи пошли, дела пошли нехорошо. Откуда Вильна? Опять, Вильна это сборный образ, это как будто вот как будто некий сборный образ общества, да, он говорит, Вильна откуда она узнала, что у Зелика дела пошли нехорошо, его жена начала на рынке продавать начиненую кишку на метры. То есть, если она уже пошла на рынок продавать, это значит, Вильна решила, что дела у него пошли вниз. Вот такая вот картинка, например, кишка про кишку плывет на метры, она опять же вызывает улыбку на лицах у нас. Ну, задавайте вопросы, если есть, что я с удовольствием отвечу. Барис, твоя сцена. Нет, я сейчас как-то слушаю. Ну, уж какие-нибудь вопросы, Митя, может быть, еще немножко, вот ребятам нужно входить в еврейские образы, да, может быть, немножечко о вот еврейском мироощущении, мировозприятии, взаимоотношениях в семье между людьми. Вот смотрите, как мы, евреи, смотрим на людей, будем чайно. Как мы смотрим? Иначе. Если есть на эту тему очень хороший анекдот. Как приехал один человек в местечко и заказал у портного брюки. Он говорит, сколько вы времени будете в местечке? Он говорит, шесть дней. Прошло шесть дней. Этот приходит забирать брюки. Говорит, я извиняюсь, брюки не готов. Прошло шесть лет. Этот человек опять приехал в это местечко и портной выносит ему брюки на вешалки. Он говорит, слушайте, Господу Богу потребовалось шесть дней, чтобы создать целый мир. А вам шесть лет пошлить одни брюки. Он говорит, да, но вы посмотрите на этот мир и посмотрите на эти брюки. В современных израильтян есть чувство собственной земли под ногами и назад. Чувство утрированное чувство собственной важности. Обычно каждая фраза начинается с слова «я». Вот в этом плане современный еврей, он в ментальном плане полная противоположен с Идышей. Идышей «я» оно такое маленькое. Ибо Идыш это первое дело в языках общины. Идышей важнее мы, чем я. Если вы спросите современного израильтянина, если у него есть проблема в восхождении, как ты это сделаешь? Говорит, смохалай, положись на меня. Если вы спросили бы виленского еврея до военного «как ты это сделаешь?» Он бы ответил вам с фразой «кот из-за фотор господью Отец». То есть это не я тут функцию какую-то играю, а он. Вот эта вот фраза «господь Отец» она основа восточноевропейского еврейского мироощущения. То есть каждого ребенка, если вы спросили «как твои дела?» он скажет «боруха шем», слава Богу. Слово «бог» оно присутствует в каждом абсолютном предложении. Слово «бог» оно то есть оно тоже на образ мысли влияет. Почему? Ибо образ мыслей это тотальное приятие судьбы. Оно зачастую, если мы хотим трактовать уже глубоко, оно зачастую и часто объясняет поведение в Колокосте. То есть вы знаете я часто спрашиваю людей «вы же слышали наверное вот что немцы творят почему вы не бежали?» И очень многие люди отвечали они писали об этом есть фраза такая «что будет во свадь займить кладезь что будет со всей общиной то и будет со мной». Вот у меня нет возможности не разделить судьбу общину что со всеми то и со мной. Вот это чувство общности судьбы оно то что именно отделяло восточноевропейского еврея. Теперь то что вот это «я» скрыто я это знаю по себе потому что скажем мой дедушка когда он хотел у меня что-то узнать он меня звал и говорил «скажи мне» у него не было таких слов в лексиконе «скажи мне» «я хочу» и тогда не было слова «я» он мне говорил «город хочет знать» или люди спрашивают никто не хотел «больный он» но у него и слова «я» не было и дыш он они не любят суперлативы суперлативы они всегда вот если мне пришел на витыш мне нужно сформулировать правильно я всегда думаю как бы дед бы сказал если бы у него не было слов таких в лексиконе потрясающе великолепных не было в языке есть слова такие у него в лексиконе у народного человека не было я в этом когда-то спрашивал что пошел дед как было неплохо если это было вообще потрясающе совсем неплохо почему ну что евреи здоровым он всегда боится злого глаза вот это айнворе злой глаз оно как бы когда на нем как давно кладмеч висит поэтому все что он говорит не раздражает вот именно не не слишком да да и знаете опять же этот анекдот советской школе учиться приходит и говорит дети плюньте все в небо потому что бога нет все дети плюют а мой еще насидит и себя спокоен так он говорит а ты что не плюешь он говорит если вы сказали что его нет так его я буду плевать а если он да такие есть а зачем портить отношения поэтому поэтому это ментальность вот эти черты ментальности опять же которую Авром Карпинович Никите и он сам такой был он сам такой был если что допустим я не знаю очень четко можно проследить скажем к нам всемирный совет по игушу вот израильтяне сабры которые там родились из там какое-то неправильное решение письмо алиса начинали бутовать вот надо написать надо сказать надо то это все а пусть уже будет так вот какое-то смирение тотальное подчинение судьбе и так далее это то что характеризовало и его как человека и те образы которые он рисует потому что очень важно было увековечить именно их духовный мир их мышление их манера поведения и так далее и то и показать разницу между современным обществом и тем обществом потому что вместе с этими людьми в фонарах и осталась вот так мораль потому что она в современном обществе не перешла ну мало это вильярбайд он не рушеваемый как вильярбайд где в тель-авире а можно это фотографии как-нибудь увидеть да конечно конечно в интернете есть сайт они приезжают сюда каждый год они постоянно вот они здесь сделали мемориальные эти доски они находятся в тель-авире улице бульвара еудит 30 там очень красивый дом с такими литыми воротами и так далее но единственная из всех землячеств которая абсолютно деятельная то есть там уже там хор вот хор этот вильна да там уже наверное четвертое и пятое поколения вот которые его начинали и они постоянно вы знаете вильна здесь традиции идыша были настолько сильны что даже в советское время когда это все было запрещено когда это все то вильне продолжал действовать еврейский народный театр здесь был создан этот ансамбль Анахнукан который потом в Израиле есть три Мирзайнэндов 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 это здесь здесь была деятельность культурная даже в советское время то чего в других местах не было в Советском Союзе опять же Наханавильшиц когда еще в 50-е годы филармонии тоже здесь наидыш было и так далее то есть здесь все-таки вот этот дух и диджизм он оставался намного дольше чем во всем остальном во все страны стране ну по идее наидыш говорили до 90-х здесь говорю здесь правильно когда уже в других местах то есть уже практически в 80-е трудно было услышать Рассел не говорили в 80-е знали некоторые моя бабушка знала но она уже не говорила наидыш потом не было с кем наверное все да хорошо по поводу завтра завтра у доктора Шковского есть еще полдня завтра самолет который начнет аудра когда он это 4-4 да значит утро можно если вам интересно ответить еще раз и про новое дело я думаю что если эмпидики про сам дополнить вот это все медовоззрение и ощущение дополнить какой-то эмпирикой фразами слушаями взятых из Картенова через непередовременных рассказов что особенно важно потому что иначе этот материал недоступен ну да абсолютно верно это очень важно энергетически важно и это я думаю и режиссеру и всем для понятия мы просто и вот Мария будет слушать она я уверен что конспектирую как вы искал искал актрис ну я разом собирался покрыть об истории театра ну что из чего возник еврейский театр потому что это очень интересно это отдельная тема вот и очень интересно как он формировался театр потому что это совершенно не похоже на театр на других языках но есть курьёв но есть курьёв вот государь окей только одного про нафаль а только того про нафаль это первое сейчас это когда еврейский театр создан есть известное место в городе Ясы в Румынии в 1876 году и за три года то есть из ничего это стало супер преуспевающее супер преуспевающее мероприятие и отец еврейский театр Гольфа у него была единственная проблема то есть он ставил спектакль и всё он не сумел уговорить ни одну женщину подняться на сцену почему религиозные рамки или рамки религиозного приличия и вы заявили каждую которую он присылает что женщина будет прыгать на сцене и все мужчины будут смотреть на неё где-то слышали вот такое да и когда значит от безысходности он пошёл к бухарестям к проституткам уговаривать их играть в театре и тогда ему ответили господин Гольфан вы нас очень извините но так низко мы не пали спрашивая там одноклассник встретил где работаешь подругу она говорит на телевидении нет говорит проститутка работает ну что ты не могла бы себе найти другую работу ну где другую какую ну например на телевидении да что ты меня мама туда едет проститутка издана на Буэнос-Айресе вот когда он уже уехал в Буэнос-Айрес в Артурсин из Буэнос-Айреса может мы здесь действительно здесь делаем если можно сырокопию полет полет чуть-чуть а вам понравилось кстати пушки по-настоящему салагу телевидения в культуреонского анимации правнеразврения да-да-да я знаю да-да 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 да 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 написано было очень маленький тираж это вот это совершенно как мне кажется мне кажется это уникальное свидетельство о свободе на реке между двумя между двумя окопами между двумя окопами самое главное что все все вымыто спрятано да-да-да только только мы знаем одну сторону да очень интересно вот что документ на реке окопском вот даже переводы газетной корреспонденции из Вильны из Вильны в сороковом году писатели в сорок пятом году спираться маркишем вот те кто выжил в сорок пятом году вот они в сорок горы на проспет есть вот тут тухарске или где-то наедешь тут наедешь